Вскорбит вся страна. В самом расцвете сил умер певец Юрий Шатунов. Буквально несколько дней назад Юрий Шатунов рассказывал журналистам и поклонникам о том, что выиграл суд против продюсера Андрея Разина, который пытался запретить артиста исполнять легендарные хиты группы «Ласковые май» на своих концертах. Сегодня стало известно, что певец умер. Ночью в карете «Скорой помощи» сердце Юры Шатунова остановилось, заявил представитель звезды. Поклонники артиста пребывают в шоке и прощаются с ним в сети. В возрасте 48 лет скончался российский певец Юрий Шатунов. Многим он известен как лидер группы «Ласковые май», однако певец покинул этот музыкальный коллектив более 30 лет назад. О том, как развивалась жизнь Шатунова дальше в нашем материале. Юрий Шатунов ушел из группы «Ласковые май» в начале 90-х годов. Тогда же он начал сольную карьеру и уехал жить в Европу, где впоследствии обзавелся с семьей. Певец регулярно приезжал в Россию с концертными турами, радуя своих поклонников не только старыми, но и новыми композициями. В 2019 году он также описал развитие своей карьеры. Вот уже без малого 30 лет я не работаю в группе «Ласковые май», с 91-го года веду сольную карьеру, за это время записал много новых песен, снял клипы, давал концерты во многих городах России и за рубежом. Я никогда не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь». Это мои визитные карточки. В 2000-х годах музыкант обосновался в немецком городе Бадхомбург. Там он женился на девушке по имени Светлана, у пары двое детей, 16-летний Деннис и 9-летняя Стелла. Несмотря на частые гастрольные туры, Шатунов смог создать крепкую семью. Однажды он признался, что ради семьи взял паузу в карьере на три года, потому что дети просто перестали узнавать его. Певец любил проводить время с женой и детьми, семья регулярно ездила на рыбалку и в горы, где каталась на лыжах. Дети Шатунова, по его словам, оказались к музыке равнодушны и вряд ли пойдут по его стопам. Они растут обычными детьми, любят компьютерные игры, я строгий отец, но за плохие оценки в школе не ругаю. После смерти Шатунова его семья не должна испытывать проблем с деньгами. Гастролируя с ласковым мая в 80-х годах, певец заработал целое состояние. Вдобавок к этому, после ухода из группы он получил от своего бывшего продюсера Андрея Разина 10 миллионов долларов, часть из которых вложил в свой бизнес. Доходы от сольной карьеры также позволяли Шатунову ввести безбедное существование. По словам музыкального критика Алексея Астудина, певец давал около 40 концертов в год, каждый из которых приносил ему порядка 30 тысяч евро. Несколько лет назад сам музыкант признался, что ему не нужно заниматься бизнесом, а его же не работать. Потому что у супруги есть свои обязанности, это не бизнес, а ее материнские обязанности она ведет семью, а я занимаюсь творчеством. Вот, в принципе, и весь бизнес. Денежный вопрос стал камнем преткновения в отношении Шатунова с бессменным продюсером «Ласкового мая» Андреем Разином. Споры возникли из авторских прав на песни группы. В какой-то момент они смогли разойтись полюбовно. Шатунов получил права на главные хиты «Ласкового мая», «Белые розы», «Иседая ночь», «Разин» на все остальное. Мужчины поддерживали товарищеские отношения. Разин принимал своего бывшего подопечного на своей даче и даже стал крестным отцом его сына. Но три года назад все вновь пошло под откос. Шатунов и Разин начали очередную судебную тяжбу из-за песен «Ласкового мая». Тогда Разин признался, что не общается с Шатуновым. Виновником разлада он считал администратора певца Аркадия Кудряшова, который якобы оказывал на артиста пагубное влияние. Продюсеру не нравилось, как Шатунов отзывается о группе, частью которой когда-то был. Пережил много горести, Буланова отреагировала на смерть Шатунова. Он называет группу отстоем, при этом за 30 лет не заплатил ни копейки, живет неплохо, все у него хорошо, а мне просто нужно уважение и ко мне, и к ребятам, которые его окружали. Сам Шатунов последние годы критично высказывался в адрес своего бывшего продюсера. Год назад он даже заявил, что с удовольствием придет на похороны Разина, чтобы убедиться в его кончине. Остается надеяться, что смерть примирит продюсера с его бывшим подопечным. Что же касается тяжбы, то в июне 2022 года суд отменил решение о правах Разина на песне группы. Как на исход разбирательства повлияет смерть певца, пока неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok